Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу предложить видеорасклад на тему подруга или друг, друг или враг, то есть как на самом деле к вам относится человек, которого вы считаете близким. Всего у нас с вами будет 8 вариантов, в каждом из вариантов будет по 2 аркана. Первый аркан будет указывать на то, какую маску человек надевает в отношениях с вами, то есть как он себя позиционирует, да, и второй аркан будет показывать истинное отношение к вам. Работать будем сегодня с замечательной колодой Таро Ванессы. Такая вот маленькая непривычная колода, но тем не менее. Хочу напомнить, что расклад все-таки общий, и насколько он проиграется, будет зависеть от вашей интуиции. Желательно, чтобы во время расклада вы настраивались, проговаривали свое имя, проговаривали имя друга или подруги, да, то есть человека, о котором вы думаете, его визуализировали. Часто меня спрашивают, для кого расклад, то есть подходит ли вы мужчинам или женщинам. Расклад унисекс, то есть там вы можете смотреть как мужчины, так и женщины, можете загадать как друга, так и подругу. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, и будем работать. Итак, подруга, друг, друг или враг? Так, первый вариант. Второй, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой и восьмой варианты. Так, пожалуйста, настраивайтесь. Либо заранее выбирайте тот вариант, ту цифру, которую вы себе проговорили, либо выбирайте ту стопку карт, которая на вас смотрит. Ну и давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Итак, как к вам относится человек, да, друг или ваша подруга? По карте правосудия требуют справедливого отношения, то есть как ты ко мне, так и я к тебе. Иногда здесь могут проходить какие-то моменты осуждения или непонимания каких-то ваших действий, либо в целом ваших взглядов на жизнь. Но, тем не менее, человек внешне показывает тот факт, что, в принципе, во многом вас поддерживает. Потому что карта правосудия – это все-таки вы близки по менталу, да. У вас какие-то есть общие интересы. А не в том плане, понятно, что у всех здесь общие интересы. Ну, то есть человек действительно проникается вашими взглядами на жизнь. Но давайте теперь посмотрим скрытые чувства. Здесь по карте повешены, знаете, как желание отгородиться, либо не показывать своих истинных чувств или намерений. Давайте мы посмотрим все-таки, уточним этот момент, что же закрывается все-таки за маской. За маской здесь, видите, у вас человек значимый в вашей судьбе, потому что вышли все три старших аркана. Потому что по колесу фортуны человек, как правило, несет какие-то благоприятные перемены в вашу жизнь, может вытащить вас из какого-то кризиса, либо чем-то вам помочь – словом, делом или финансами. Единственное, что по повешенному, может держать какую-то дистанцию, либо, знаете, вам что-то посоветовать, но говорить в любом случае – решай сам, либо решай сама. То есть держаться, ну, как на расстоянии, дать вам возможность не навязываться точку зрения, а принимать решения самостоятельно. Но отношения этого человека к вам искренние, добродушные, но на самом деле хорошие. Для тех, кто выбрал второй вариант, давайте смотреть. Так, как вам относится человек? По карте дурак. Во-первых, человек может быть новым в вашей жизни, то есть вы могли познакомиться, подружиться совсем недавно, да, и развивать эти отношения. Если же в целом брать, то это карта какого-то наивности, легкости, беззаботности. То есть человеку с вами комфортно. То есть у вас какие-то совместные бесшабашные идеи, либо, знаете, вы можете оторваться, либо в целом натворить каких-то делов, но вы друг другу близки по духу. Именно в этом контексте. Но на самом деле, что человек скрывает, да, здесь у нас падает десятка, вы простите, двойка пентаклей. Какие-то сомнения, какие-то размышления, попытки найти баланс. То есть человек на самом деле, знаете, такой двойственный. Глаза может одно быть, а за глаза другое, потому что все двойки, они несут в себе элемент двуличия человека. Поэтому задумайтесь. Либо человек сам думает, а нужны ему эти вот товарищеские отношения с вами. Либо помимо того, что, скажем так, он общается с вами, может еще тесно дружить с кем-то, и, например, какую-то информацию о вас передавать своим знакомым. Поэтому здесь как? Ничего, какого-то негатива я не вижу, но тем не менее, держите ухо в остро. Для тех, кто выбрал третий вариант. Так, ну, пары целей пентаклей. Сама ситуация, это такой ваш товарищ медленный на подъем, да, либо подруга. То есть это человеку, которому нужно постоянно что-то уговаривать, вытягивать, то есть поехать там на совместную поездку на море, либо поехать отдыхать, либо в целом куда-то выбраться. То есть даже на поход в кино человеку нужно настроиться, да, собраться с мыслями и запланировать это за месяц, либо вперед, да, либо хотя бы за неделю. То есть, ну, и, кстати, по этой карте иногда, но тем не менее, человек может преследовать какие-то свои корыстные интересы, либо мотивы в отношении вас. Что же на самом деле кроется за таким вот отношением? Туз жезлов. Ну, по тузу жезлов, понимаете, вы для него как палочка-выручалочка. То есть вы даете ему какой-то старт, вы даете какие-то эмоции, новые впечатления. Поэтому человек за вас держится, и отношения с вами хочет развивать. Ничего негатива, никакого со стороны этого человека я не вижу. Возможно, да, есть такие люди, которых нужно постоянно, знаете, хорошо дрыхнуть, но тем не менее, по тузу жезлов, это какая-то совместная энергия, которая может дать замечательные плоды там совместного труда, либо дружбы впоследствии. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Так, а вот здесь, то, что даже человек особо и не скрывает, по семерке мечей, как я говорю, и вашим, и нашим, карта вора, карта обманщика, интриганта, в целом лжеца. То есть человек вам лжет абсолютно во всем, во всех мелочах. И если вас интуиция не подвела, и вы действительно выбрали тот вариант, то держите здесь ухо в остром. Здесь может быть ситуация плагиата, кража вашей интеллектуальной собственности, кража вашего имущества, вашего любимого человека, да все, что угодно. То есть здесь человек четко с вами строит отношения с целью что-то с вас поиметь. И об этом говорит и его подсознание. Смотрите, по подсознанию, тут падает десятка жезлов. Отношение с вами, на самом деле, для него тяжелая ноша, потому что ему приходится либо подстраиваться под вас, либо что-то учить, либо что-то опознавать, но это делается с целью воровства, какого я вам уже озвучила. Поэтому по четвертому варианту, повторюсь, если вас не подвела интуиция, нужно избавляться от таких людей. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, ну здесь у нас падает четверка Пентакли. То есть подруга либо друг за вас держится руками и ногами, потому что по четверке Пентакли вы даете какую-то стабильность, поддержку, опору. И в целом это, знаете, карта такого плюшкина. Человек не хочет вас терять, за вас держится. Из каких побуждений, давайте смотреть. Здесь падает в подсознание, да, у него старший аркан Колесница. На самом деле замечательный аркан, потому что и вы для этого человека являетесь двигателем прогресса, и он для вас, потому что карта Колесница – это совместное движение вперед. Какие-то планы, цели, идеи, которых вы достигаете совместно, либо помогаете друг другу, ну в таких вот житейских ситуациях. Поэтому по пятой позиции отношения, скажем так, близкого человека к вам хорошие, здесь в партнере можете вот в подруге либо друге не сомневаться. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, ну карта МАК. По карте МАК подруга, да, либо друг пытается за вас счет либо самоутвердиться, либо вами манипулировать, потому что здесь четко человек понимает, что хочет от отношений и дружбы с вами, и, скажем так, берет это по полной программе, особо даже этого не скрывая. Ну то есть как вариант, вы хотите, например, пойти в кино на триллер, а она желает пойти на комедию, и вы идете на комедию. Хотя вы делаете это скрипя зубами, но тем не менее вы всегда обо всем соглашаетесь. Также там, не знаю, вы хотите пойти в ресторан, а подруга хочет пойти в кафе, вы идете туда, куда хочет она. Что касаемо подсознания, здесь падает паш жезлов, но человек, знаете, который вас держит на расстоянии, то есть вы здесь можете чаще общаться, созваниваться, каким-то образом переписываться, но это, знаете, время от времени, потому что это карта импульса, карта страсти. И человек выходит с вами на связь тогда, когда вы ему удобны. Негатива со стороны подруги, либо друга здесь нет, но и какой-то душевной открытости, переживания за вас, либо желания что-то внести в вашу жизнь продуктивное тоже нет. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Как относится к вам подруга или друг? Здесь падает король Пентакли. Так, ну, это карта постоянства, это карта добродетели. Здесь желание помочь, это, знаете, отдать всю, либо всего в себя. Что на самом деле в подсознании, то здесь падает карта отшельник. Человек, либо который часто в себе замыкается, либо которого на самом деле вы не видите. Либо же, ну, как не видите, не с позиции, да, то, что вы редко встречаетесь, а не видите его истинного лица. Потому что по карте отшельник, знаете, либо вы не находите общих точек соприкосновения, кто-то кого-то перерос в духовном плане, либо же в целом вам с этим человеком тяжело общаться. Но он для вас является, по сути, как путеводителем жизни, открывает вам какие-то новые горизонты, новые грани. Негативного отношения к вам нет. Это уже плюс, но, тем не менее, здесь вы какие-то слишком разные. Кто-то кого-то, знаете, как перерос. Поэтому нужно здесь пересмотреть эти взаимоотношения, их переосмыслить. Но для тех, кто выбрал восьмой вариант, здесь падает тройка кубков. Но, да, знаете, как говорю, подружка-праздник, либо вас воспринимают как подружку для праздника. То есть тусовки, вечеринки для приятного времяпрепровождения, вытянуть вас куда-то, чтобы само было не скучно. Вот это именно оно. Потому что тройка кубков – это карта праздника, карта увеличительных мероприятий, поездок, совместных начинаний и так далее. Что же на самом деле за этим скрывается? Здесь падает шестерка жезлов. Карта победы. Но здесь смотрите, какой нюанс. Возможно, не в обиду, это хочу вам сказать сразу, вас используют в роли страшной подружки. Знаете почему? Потому что она в вашем фоне, девушка, особенно если вы все-таки смотрите подругу, желает самоутвердиться. Самоутвердиться, каким-то образом, знаете, поднять самооценку и казаться более выгодной на вашем фоне, знаете, прорабатываться в внутренние блоки и комплексы. Негатива здесь нет, но это, знаете, как я говорю, подружка по случаю. Это не искренняя дружба, это не тот формат взаимоотношений, который на самом деле вам нужен. Во всяком случае, так об этом говорят карты. Ну а там, безусловно, решать вам. Вот таким у нас вышел сегодня расклад, довольно-таки интересным. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как вы видите ситуацию, как по-вашему проигрываются карты, да, и этот расклад. Я вам очень буду признательна за обратную связь. А вас искренне благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.